Эту топающее в зелени здание многие по-старому называют детский сад Рябинка. Фонтаны, дарящие прохладу, замысловатые скульптуры, современная прогимназия вовсе не выглядит на свои 45 лет. Все благодаря заботе об одном из самых старых учреждений дошкольного образования Видного. Не стал исключением и год нынешний. Наталья Аляпина, директор прогимназии, с радостью демонстрирует обновление. Раньше здесь был асфальт, который был полностью деформирован, трещины. Конечно, прошло много лет, и благоустройство не было возможности провести. И в этом году, к началу нового учебного года, для нас огромный подарок, что сделано благоустройство и асфальтовое покрытие по всему периметру вокруг здания. Казалось бы, асфальтовые дорожки, но нужно ли говорить, что ровное дорожное полотно куда безопаснее, чем ямы и колдобины. Кроме того, они довольно важный для детского сада развлекательный объект. Теперь возможностей у детворы стало больше. Хочешь, машинку покатаешь? Лови! Иди туда! А хочешь, порисуешь. Не надо! В настоящий момент дошколят в саду не так много. Несмотря на ремонт, принято решение работы учреждения не останавливать. Работает всего две группы. По традиции, кто-то с родителями отправился в отпуск, кто-то на дачу, а кто-то к бабушкам и дедушкам. Внутри прогимназии также не очень шумно. Только в музыкальном зале проходит тематическое занятие. Сели все ровненько, красиво. Музыкальность так и называется. Временские музыканты. Знаете, как вы сказали? Внутри здания преобразование скромнее, но комфорта стало куда больше. Речь идет об обновленной столовой. Она предназначена для питания школьников. Здесь были другие помещения. Был компьютерный класс, библиотека. И мы решили расширить это помещение, чтобы детям было комфортно обедать. Поэтому у нас одновременно в одну смену два класса могут обедать. Еще одно важное изменение новой веранды. Скоро закончится работа, строительный мусор уберут и все будет готово к маленькому новоселью. Старые веранды были полностью демонтированы. Сделано было основание и установлены веранды нового дизайна. Они более эстетичные, более прочные. И мы уже проговаривали каждую деталь так, чтобы было комфортно детям. Это пока только первые ласточки. Постепенно планируется поменять все старые веранды на новые. До сентября осталось доделать несколько мелочей. И сад будет полностью готов к приему маленьких посетителей. Сейчас будут делаться входные группы. Для маломобильной части населения будет сделан пандус. И у нас будут установлены два двойных теневых навеса. на территории, где у нас находится начальная школа. Хотя в этой работе мелочей не бывает. Ведь главное, чтобы дети, посещающие прогимназию, чувствовали себя максимально комфортно. Максим Козлов, Ольга Садовская, Видное ТВ.